Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. 15 мая 2014 года отошла ко Господу схемонахиня Феодосия в миру Наталья Никифоровна Косоротихина, известная скопинская старица. Она из-за тяжелой травмы около 20 лет находилась в коме, в литургическом сне, как говорили в народе, а после пробуждения, будучи прикованной к постели, 40 лет несла подвиг старчества, окормляя многочисленных своих чад, священников, монахов, епископов, мирян, неиссякаемым потоком, притекавших к матушке за утешением, молитвой и исцелением. О духовном подвиге старицы и о ее благодатных дарах рассказывается в книге Игоря Евсина, которая вышла в свет в издательстве «Зерна слова». Называется она «Матушка Феодосия». Рассказы о скопинской старице. Скопинская старица, схемонахиня Феодосия, родилась в 1923 году. Точная дата ее рождения неизвестна. В документах значится 4 ноября, день празднования Казанской иконы Божьей Матери. Матушка Феодосия была из тех подвижниц веры и благочестия, которые не только обращали людей в православную веру, ободряли унывающих и укрепляли утвержденных, но и имели от Бога великие дары рассуждения, утешения, прозорливости. А еще Матушка Феодосия обладала даром дерзновенной молитвы перед Господом, благодаря которому могла помогать людям в их житейских нуждах, в тяжелых жизненных обстоятельствах и исцелять, исцелять даже неизлечимо больных. По словам автора, тысячи людей приезжали к ней со всей России, и никто из них не уходил тощи неутешен. Другое дело, зачем приезжали? Во время работы над жизнеописанием старицы Феодосии мне не раз приходилось слышать, зачем к ней люди приезжали. Многие за пустяками, говорил автор, не спрашивали, как спастись, как стяжать благодать Духа Святого, больше спрашивали о другом, надо ложиться в больницу, на операцию или не надо, жениться или не жениться, продавать квартиру или разменивать, как быть заболевшей коровой. Вот такими-то пустяками они беспокоили тяжело больную старицу. Да, по сравнению со спасением души эти вопросы действительно кажутся мелочными, малозначительными. Но вот что говорится в одной мудрой притче. Собралось как-то к одному старцу множество народа, жаждущего духовного вразумления и утешения. Он вышел к людям и вдруг увидел в большой толпе невзрачную крестьянку. Позвал ее и стал с ней говорить. Женщина просила старца помочь найти пропавшую козу. Он стал подробно спрашивать, что произошло с ее козой. Народ, слыша их разговор, зароптал. «Мы собрались к старцу ради душеспасительного разговора, а эта женщина отвлекает его пустой болтовней». И тогда старец сказал, «Если эта женщина не найдет козу, ее дети могут умереть от голода». Так, незначительные, на первый взгляд, вопросы могут быть очень важными для вопрошающих, даже судьбоносными. Многие приезжали к матушке Феодосии с незначительными житейскими вопросами. Но разрешая эти вопросы, матушка всегда говорила, «Надейся на Бога, молись Богу, и Он все управит». Тем самым она обращала людей к православной вере. А разве это малозначительно? А разве неважным было простое слово матушки Феодосии к одинокому, унывающему от холостяцкой жизни мужчине, который спрашивал, жениться он или нет? «Женишься? Помолись Богу, и Он найдет тебе невесту и деток даст», ответила матушка, и ее слова сбылись. Прозорливые и утешительные слова. Разве малозначительно, что русские люди, испокон жившие в лишениях и тяготах, находили утешение у таких праведниц, как матушка Феодосия? Простое человеческое утешение. Великое это дело утешить человека в его печалях и скорбях. Конечно, бывало так, что матушка Феодосия, устав от житейских просьб, говорила, «Хоть бы кто спросил, как душу спасать, как Богу угождать? Нет, спрашивают, как выйти замуж, за кого, кто у меня родится, а я ведь не гадалка». Но как, свидетельствует автор, в утешении матушка не отказывала никому. Ведь она жила в то время, когда верующие просто изнывали от безутешности, поскольку большинство храмов было закрыто, а священники законодательно лишились права говорить проповеди. Это было время, когда, выражаясь словами духовного писателя Василия Никифорова Волгина, вся русская земля истосковалась о благом утешителя. Все устали, все горем захлебнулись, все чают Христово утешение. Матушка Феодосия, как и десятки старцев и старец, явленных тогда нашему народу, была тем теплым, Божьим огоньком, который согревал многие страдавшиеся и захолодевшие людские души. При этом она не обладала даром проповедания учения Христова, поскольку была необразованной, но вся ее жизнь была проникновенной, доходившей до глубины души проповедью Христа. Более полувека матушка Феодосия лежала недвижимо, парализованная после страшной аварии, и смиренно переносила выпавшие ей тяжелые испытания, сильную болезненную немощь. Наглядное для всех смирение и было ее проповедью о том, как можно стяжать благодать Божию. Ибо по слову апостола Якова, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение, послушание Божией воли и силу молитвы — вот что проповедовала своей жизнью матушка Феодосия, не заводившая богословские разговоры о спасении души. И неважно, с какими вопросами приезжали к ней люди, жениться или не жениться, — продавать квартиру или не продавать. Матушка научала всех неотвлеченными словами, а, как говорил о старчестве, монах Серафим Шелков — живым примером, исполненным Духа, могущим изменить жизнь и привести к главному — смирению и покаянию. Автор отмечает, мне часто приходилось слышать от посетителей матушки Феодосии такие признания. «Придешь к ней со своими печалями и скорбями, постоишь рядом и подумаешь про себя. Что же это я нюня распустил? Вот старица полвека лежит парализованная, мучается от боли, а улыбается, как ребенок. Посмотришь на нее и уходишь утешенный одним только видом праведницы». Священник Сергий Рыбаков говорил об этом так. «После посещения матушки Феодосии все собственные духовные и телесные немощи казались уже ничтожными, даже только от того, что увидишь ее, старицу-подвижницу, у которой только и движется, что одна голова. И она, такая немощная, как никто другой, могла всякого приходящего к ней утешить, вселить радость и надежду на лучшее. Помню, у нее было такое ласковое, такое светлое лицо и голубые, добрые глаза. Лучистая улыбка матушки Феодосии и ее ясные, добрые глаза навсегда оставались в сердцах знавших ее людей. И когда от жизненных скорбей на кого-то из них находило уныние, то они ободрялись при одном только воспоминании больной, парализованной, но светлой, как ясное солнышко, старица. «Наше солнышко!» — так и называли матушку Феодосию и ее духовные чадо. За великое смирение и терпение тяжкой болезни, за безграничную веру и любовь к Богу и ближним скопинская старица удостоилась дара дерзновенной молитвы, по которой свершались чудеса. И потому многие еще при жизни почитали ее как святую праведницу. И нет в этом ничего удивительного. В добротолюбии сказано, иметь живой образ святости — это действительно духовная потребность, отрада для народа. В таряда братолюбию писатель Федор Достоевский о великой значимости живого образа святости писал. «Для смиренной души, измученной трудом и горем, а главное, всегдашней несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему». В статье про теория Александра Соловьева «Старчество на Руси» есть примечательные слова. «Среди жизни, исполненной пороков, злобы и лжи, для нашего народа отрадна ничем незаменима мысль и сознание, что есть и близко в нашей несовершенной жизни человек, который стоит выше тряс житейских, служит правде, имеет указать путь к правде и другим, как немерцающая лампадка, освещая непроглядную тьму, горит духом, предстательствуя за всех пред Богом. «Такой горящей пред Богом, немерцающей лампадкой, и была преснопамятная скопинская старица, схемонахиня Феодосия. К ней можно отнести слова из Евангелия от Матфея. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на свечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаю с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok